Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Елена Шилова родилась в 1983 году в Саратове. Окончила гимназию номер 2, образование высшее. Работала в пресс-службе администрации города Саратова, пресс-секретарем Министерства здравоохранения Саратовской области. С 2014 года возглавляет Саратовское бюро благотворительного фонда «Русфонд». Замужем воспитывает дочь. Расскажите, пожалуйста, когда был создан «Русфонд» и изначально какова его основная миссия? Наш фонд был создан 18 лет назад. Создан он был, потому что, видимо, люди в нем нуждались. В газету «Коммерсант» люди начали писать письма и просили о помощи. Это могла быть и финансовая помощь, кому-то нужна была швейная машинка, чтобы шить белье постельное. В общем, были всякие случаи. И до сих пор, до сегодняшнего дня в этой газете выходят публикации. И таким образом мы тоже собираем деньги детям на лечение. Такова и является наша основная цель – помогать тяжелобольным детям в их лечении. Я хочу сказать, что сразу отметить такой важный момент, что мы не заменяем государство. Мы помогаем там, где дети не могут получить помощь бесплатно. А почему возникла необходимость создания Саратовского бюро? Ну, детишек становится, к счастью, все больше и больше. Рождаемость у нас увеличивается. Ну и больных детишек, к сожалению, тоже остается еще достаточно много. Не всегда мамы из области могут элементарно дозвониться, дописаться до каких-то фондов, находящихся в Москве. Помимо этого, мы, конечно, рассчитывали на то, что люди, живущие в нашей области, имеющие возможность оказать такую помощь, захотят ее оказать именно тем детям, кто живут с ними в одном городе, на одной улице, может быть. А скольким детям уже удалось помочь за время существования Саратовского бюро? Ну, вот наше отделение открылось год назад, в начале зимы прошлого года. И за это время мы помогли уже 25 деткам. Это абсолютно разные дети с разными диагнозами. Это и ДЦП, и эпилепсия, и пороки сердца, и детки с сахарным диабетом, которым нужна инсулиновая помпа. А ее очень долго ждать, или уже подходит возраст к 18 годам, когда вообще непонятно, что дальше будет. 25 человек уже получили свою помощь, и на это наши жители пожертвовали уже больше 7 миллионов рублей. Елена, сегодня самая большая, наверное, проблема здравоохранения – это онкология. Вот какие у вас существуют проекты для помощи больным? На сегодняшний день у нас с нашей партнерской клиникой, это клиника имени Горбачевой, находящаяся в Питере, идет совместный проект, благодаря которому мы создаем и пополняем базу потенциальных доноров. То есть, если человеку с онкологией, неважно, это взрослый или ребенок, если человеку с онкологией необходима трансплантация костного мозга, то мы ищем там донора сначала. Объясню, почему. Так быстрее, так дешевле. Поиск донора в международных европейских базах стоит от 20 тысяч евро. Это достаточно большая сумма, и эту сумму не оплачивают даже фонды, как правило. Поэтому такая возможность для всех жителей нашей страны сейчас создается. И уже есть реальные случаи пересадки костного мозга, когда подходили доноры из этой базы данных. В этом проекте может поучаствовать любой человек абсолютно до 45 лет и не имеющих явных проблем со здоровьем. Для этого нужно сдать всего лишь 20 миллилитров крови. Мы сами эту кровь доставим в Питер. Сами там специалисты определяют, внесут в базу данных ваш фенотип и будут смотреть дальше, кому-то подойдет ваша кровь или нет. Если такое случится, то впоследствии вас вызовут уже на такое глубокое медицинское обследование, чтобы убедиться, что не будет осложнений ни у вас, ни у человека, которому будут пересаживать костный мозг. И если все совпадет, то вы можете стать донором. А уже много таких людей, которые смогли стать донором? И есть ли кто-то из Саратовской области? Из Саратовской области пока нет никого. Но кровь мы сдаем. Есть люди, которые сдают, но ведь такая вероятность совпадения, она не очень большая. Но мы активно просим всех-всех-всех зрителей, всех, кто хочет помочь, поучаствовать в этом проекте. На самом деле это не так сложно и не так страшно стать донором? Это абсолютно не страшно, это абсолютно не сложно. И никак не повлияет на здоровье человека? Нет, нет, никак. Если у вас нет никаких проблем, то это не повлияет. Елена, а где проходят лечения дети, которым вы собираете деньги? Это Россия, либо зарубежные страны? Ну, это в большинстве своем. Это наши российские клиники. Нам же интересно тоже развивать еще и свою, нашу медицину. Вот в Саратове наша клиника, с которой мы постоянно работаем, это наш кардиоцентр. И там уже 12 наших детей были прооперированы, и диагноз порога сердца у них уже был снят. Это тоже хорошее начало. Вот, если дети не могут быть вылечены в нашей стране, такое бывает, есть заболевания, которые либо не лечатся, либо мало лечатся в нашей стране, и нет достаточного опыта, то таких детей, да, мы отправляем на лечение зарубеж. Скажите, а после того, как проходят операции, как дети проходят лечение, вы поддерживаете связь с ними, с родителями, узнаете об их дальнейшем самочувствии? Ну, с какими-то сложными заболеваниями, да, я стараюсь следить за судьбой детей. Вот у нас есть один подопечный, он лечился в Германии, благодаря помощи нашего фонда от онкологии. У него был очень тяжелый диагноз, но вот уже год прошел, и пока у мальчика все хорошо. Его родители сказали, что пригласят меня на его свадьбу. Скажите, пожалуйста, какие еще есть дополнительные проекты Росфонда? Может быть, также помощь детям с какими-то серьезными заболеваниями? Ну, я могу рассказать о таких детях с очень редким заболеванием. В народе их называют дети-бабочки. Это дети, у которых проблемы с кожей. Это неизлечимое генетическое заболевание, но, тем не менее, таких детей тоже можно лечить, им можно облегчить жизнь и улучшить качество их жизни. Сложность заключается в том, что наши врачи не всегда знают, что с ними делать, даже в таких банальных случаях, когда ребенку нужно удалить зуб. Такое бывает, и детей достаточно мало, и поэтому тоже у врачей нет соответствующего опыта в лечении бабочек. В Питерской клинике сейчас открыто отделение, где эти дети будут лечиться. Наши питерские врачи прошли обучение в Германии, потом немецкие врачи приезжали, и мы надеемся, что таким деткам мы тоже сможем оказывать помощь. Ну, а еще кто-то помогает, помимо просто жителей Саратова, например, какие-то общественные организации, может быть, бизнесмены? Бизнесмены тоже помогают. Вот этой зимой у нас была девочка из Новоузенска, и депутат областной думы от Новоузенского района помог ей, перевел значительную часть суммы на лечение. Есть отдельные люди, о которых я ничего не знаю. Зачастую я знаю только имя, иногда я даже не знаю этого имени. Они просто звонят и говорят, что вот мы хотим помочь вот такому-то ребенку, мы о нем увидели сюжет, мы о нем прочитали и хотим помочь. Есть такие случаи, тоже бывают, да, но пока их не так много, но они есть. И, как правило, если такой человек однажды оказал помощь, то он уже делает это и впоследствии, и уже без всяких просьб, и помогает дальше. К вам часто обращаются родители больных детей, и какая-то очередность у вас есть, либо первостепенная, может быть, помощь кому оказывается? Ну, первостепенно оказывается тем детям, у кого наиболее тяжелое заболевание, или у кого уже нет возможности ждать. Очередности пока не существует. Что нужно сделать родителям, чтобы получить помощь, как к вам обратиться? Родителям можно позвонить, можно по телефону позвонить, он указан на сайте Росфонда в любой момент. Также там указана электронная почта, можно написать письмо, можно позвонить, в любом случае на все звонки и письма я отвечаю. Наши телезрители как могут помочь, как могут сдать средства в ваш фонд? На сайте фонда под фотографией каждого нашего ребенка есть такая красная кнопочка, она заметна, ее невозможно не увидеть, как помочь. И кликнув на нее, вы увидите очень много реквизитов, более 20 со всеми возможными способами. Это и банковские переводы, это и Яндекс.Деньги, все-все-все, чем мы пользуемся с вами уже каждый день фактически, все способы там указаны. Главное указать фамилию и имя ребенка, которому вы хотите помочь. То есть можно помочь конкретному ребенку, а можно просто... А можно просто перевести деньги в фонд, они тоже пойдут на лечение, но они пойдут на лечение вот любого ребенка, нуждающегося сегодня в помощи. Ну а вообще сложно собирать средства на существование фонда? На помощь детей? Вы знаете, нет, не сложно. Потому что желающих помочь на самом деле очень много. Пока еще, к сожалению, мало таких, кто может сразу же оплатить всю сумму лечения, необходимую на лечение. Но вот жителей, которым отсылают смс-ки со словом «дети» на наш номер 5541, их достаточно много. Именно из каждой смс-ки складываются вот те суммы в 200 и больше тысяч, которые нужны на лечение каждого нашего малыша. Я так понимаю, смс-сообщение — это основной способ сбора денег, да? Как могут люди помочь детишкам? Самое легкое, самый доступный для всех сейчас уже вид помощи — это смс со словом «дети» на 5541. Когда вы отсылаете слово «дети», ваши 75 рублей, списанные со счета телефона, уйдут на помощь именно наших с вами саратовских детей. Спасибо, Елена, за то, что были у нас в гостях. Вам спасибо. А я напоминаю, сегодня мы общались с Еленой Шиловой, руководителем Саратовского бюро Русфонда. Саратовский бюро Русфонда Здравствуйте. Прогноз погоды на 11 и 12 апреля, субботу и воскресенье. По области погода будет ясной. В Энгельсе плюс 6,10, в Красноармейске плюс 7,11, в Духовницком плюс 3, плюс 6, в Александровом Гае плюс 8,12. В городе Саратове погода будет преимущественно ясная. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха плюс 8, плюс 10. Для тех, кто собирается в отпуск за границу, будет интересна информация следующая. В Италии время плюс 14,18. Ясно. Это все на сегодня. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова